Время подвести итоги дня, чем запомнился этот понедельник, 2 августа, расскажет информационный канал Город. С вами Сергей Игнатьев. Здравствуйте. Главное сегодня. Светофоры ждут сигналы. Из-за грозы погасли регулировщики на оживленных перекрестках Кирова. Август взбирается на климатический пик. 30-градусная жара идет в наш регион. Надолго ли? Тепленькая не пошла. Два месяца с засухой в кранах. Дом на Свердлово стал рекордсменом по продолжительности отключения горячей воды. Прививка невиданной щедрости. 180 тысяч рублей разыгрывает автотранспортное предприятие для вакцинированных сотрудников. Крылатая пехота. День воздушно-десантных войск. В городе отметили на земле и в небе. Покажем, как погуляли голубые береты. Светофоры ждут сигнала после гроз. В выходные в Кирове стали выходить из строя электронные регулировщики. Уже двое суток они не работают в разных частях города. Например, на улицах Ленина, Московской и Юровской. В результате пробки автомобилисты в ожидании зигзагов удачи, по их словам, в часы пик. Не на всех проблемных участках встретишь сотрудников ГИБДД. Без их участия транспортные заторы. Лишь увеличивается. Труднее приходится пешеходам в местах с оживленным движением. Перейти дорогу непросто. Люди-автомобилисты не пропускают. Так, на Ленина сразу два проблемных участка. На пересечении с улицами Холыновской и Современной. Движение здесь достаточно интенсивное. Местные жители не рискуют здесь переходить дорогу в одиночку. Людям приходится собираться в группы и буквально останавливать машины, чтобы их пропустили. Приходится дожидать группу людей. Одна, конечно, я не пойду, так, как я инвалид, хожу с палочкой. Вот дожидаюсь, и особенно молодежь, вот как-то подхватываю, и ты пойдемте вместе, пойдемте вместе. Вот так переходишь. Здесь и с работающим светофором-то невозможно разъехаться. А те более сейчас не работают. Ну, я не знаю, может, они сами тут не ездят или как-то им вообще фиолетово на то, что происходит здесь. В выходные неработающих светофоров было еще больше. Как пишут кировчане в соцсетях, после ливня и регулировщики погасли на площади Лепсе улицы Воровского. В мэрии отметили, сильные осадки привели к подтоплению коммуникации. В ближайшие дни в Кирове вновь ожидается дожди, а значит, новые поломки светофоров вполне вероятны. На каких перекрестках откажет техника, остается только гадать. В мэрии тоже беспокоены этим вопросом, но рецепта пока нет. К работе светофоров на территории города Кирова накопилось немало вопросов со стороны администрации. Поэтому сегодня проводится оперативное совещание, на котором будет принято решение, какие меры принимать к организации, занимающейся обслуживанием светофорных объектов на территории областного центра. Кировчан ждет очередной тепловой удар. Климатический пик. Жары синоптики прогнозируют на первую неделю августа. Ее экватор будет горячим. В городе обещают до плюс 32. Такая метеокартина нетипична для наших широт в этом месяце. МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности. Объявлен четвертый класс во всем регионе. В лесах запрещено разводить костры, заезжать на автомобилях и мотоциклах. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. Синоптики говорят, что август для всего Приволжского федерального округа будет непривычно жарким. Температура на 4-5 градусов выше нормы по наблюдениям Росгидромета. На погоду сейчас влияют теплая воздушная масса на западной периферии циклона. Правда, сильные ливни к концу этой недели могут испортить всю картину уходящего лета. Инспекция поехала с закатком. Один из самых протяженных участков дороги, который ремонтировали в Кирове, сегодня проверила специальная комиссия. Три километра в Костино постелили скатертью. Возникли ли вопросы к подрядчику? Расскажем далее в рубрике «Короток строкой». Родители кировских школьников начали получать субсидии на подготовку детей в школу. Пособие составляет 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет. Выплату получат и дети от 18 до 23 лет с ограничением по здоровью, которым в настоящее время также продолжают учиться. Те, кто еще не оформил единовременное пособие, могут до 1 ноября этого года обратиться в пенсионный фонд или оформить заявление на портале госуслуг. В Кирове после ремонта приняли самый протяженный участок дороги. Он находится в поселке Костино. Отремонтировали 3 километра дорог. Замечаний к качеству нового асфальта у комиссии не возникло. Открыли для проезда и отремонтированную улицу Володарского на участке от улицы Преображенской до Профсоюзной. Из всего списка в городе осталось закончить 4 участка. Это дорога от деревни Башарова до Победиловского тракта, участок улицы Молодая Гвардия, а также улицы Боровая и Рудницкого. Работы по укладке нового асфальта там обещают закончить на следующей неделе. Тест отрицательный на выходные губернатор области сообщил, что вылечился от коронавируса и готов приступить к работе в обычном режиме. О своем положительном результате теста на ковид Игорь Васильев сообщил 26 июля. Отрицательный он получил уже через 5 дней. Что касается последних общих данных по заболевшим в области, за последние сутки по данным регионального Минздрава в области заразились ковидом 120 человек. Выздоровели 90 кировчан. В Кирове построят школу за 817 миллионов рублей. Она появится на проспекте строителей. Планируется, что там будет располагаться физико-математический лицей на тысячу мест. Строительство школы обойдется в 817 миллионов рублей. Из них 809,5 миллионов поступят из федерального бюджета. Остальные средства выделят из областного. Напомним, ранее Минпросвещение России одобрило заявку Кировской области на строительство пяти школ. Новые учебные заведения появятся в Долгушино, районе поселка Ганино и Зубаревского леса. Также планируется начать строительство двух пристроев к школам номер 53 и 30. Мы на экваторе выпуска. Сейчас прервемся. Небольшая реклама. Дождитесь нас. Тепленькая не пошла два месяца с засухой в кранах. Дом на Свердлово стал рекордсменом по продолжительности отключения горячей воды. Прививка невиданной щедрости. 180 тысяч рублей разыгрывает автотранспортное предприятие для вакцинированных сотрудников. Крылатая пехота. День воздушно-десантных войск. В городе отметили на земле и в небе. Покажем, как погуляли голубые береты. Эти и другие события дня. Через пару минут оставайтесь с городом. Мы снова в эфире. Информационный канал «Город» продолжает вас знакомить с главными событиями этого дня. Тепленькая не пошла. Жильцы в разных районах города в ожидании горячей воды. По некоторым адресам засуха в кранах длится больше двух месяцев. На одних участках теплосети идут плановый ремонт, на других срочные. Ветхие трубопроводы рвутся снова и снова, из-за чего график подключения потребителей к благам цивилизации вновь меняется. Впрочем, ничего нового. Сегодня в нашу редакцию с горячим вопросом обратились жильцы дома на улице Свердлова. С начала лета они не видели кипятка. Алексей Иванов продолжит. Кастрюли, тазы, ковши и чадник на плите с этой домашней утварью Валентина Сенцова не расстается с начала июня. Тогда выключили горячую воду. Жильцы надеялись, две недели, срок небольшой, можно подождать. Но надежды не сбылись. Я замучилась мыться в тазике, по-русски говоря. Бани у нас здесь на филейке нету. Мыться и идти некуда. Легче живется тем, у кого есть водонагреватель. Однако такая роскошь в доме, где основное население пенсионеры, есть не у всех. У Валентины Сенцовой нет ни денег на его установку, ни места. Приходится ездить и принимать душ дома у дочери. По мере возможности, если Света дома, то я еду. А если Света, она работает сутками иногда, у меня не получатся возможности. Я муюсь в тазике. Маленькая дыра в земле, но большие проблемы для жильцов 70-квартирного дома. По словам людей, дефект где-то здесь, внизу. Там уже мусор, ветки и конструкция хлипкая. И то, выгляди, упадет от порыва ветра. И жильцам не сообщают, когда все это кончится и в домах появится снова горячая вода. Жильцы первые несколько недель видели объявления на подъезде. Сроки переносились. Потом объявления пропали совсем. Люди пытались добиться ответа управляющей компанией и в КТК. Я лично сама с инженером разговаривала. Они повторяют только то, что им сообщают из КТК. Сроки. Отложили нас, еще нас только. Отложили, еще нас только. Отложили, еще нас только. Все. И когда я пыталась сказать, так вы хотя бы узнайте у них, когда они начнут устранять наш дефект. На что мне инженер сказал, еще не хватало мне этих забот. Я еще вам буду узнавать. В КТК говорят, что участок в этом районе города один из самых проблемных. Поэтому приходится переносить сроки подключения. Дефекты на трубах появляются один за другим. Дело в том, что уже устранили на сегодняшний день 8 дефектов. Следовательно, то есть они были на магистралях, потом еще на магистралях, затем на внутриквартальных сетях. Сейчас вот остался дефект, который уже при заполнении выявился. И в конце текущей недели запланировано устранение. Как уверяют в КТК, гидравлические испытания в городе пока идут по плану. Уже проверено и готово к работе 60% участков. На остальных или идут гидравлические испытания, или устраняются аварии на сетях. Закончить со всеми работами коммунальщики обещают до 31 августа. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Сообщить о проблемах в городе вы можете журналистам Первого городского канала в рубрике «Наболело». Звоните нам по номеру телефона или пишите в группу ВКонтакте «Новости Кирова» Первого городской. Ссылка также на экране. Наши журналисты помогут вам разобраться и навести порядок. А пока к другим темам. Прививка невиданной щедрости. Сегодня руководство автотранспортного предприятия объявило о денежном розыгрыше среди сотрудников, которые пройдут вакцинацию от коронавируса. На эти цели готовы выделить приз в 180 тысяч рублей. В районах области власти на местах плохо мотивируют население прививаться. На заседания оперативного штаба в правительстве даже озвучили отстающих. До аттракциона неслыханной щедрости, как ВТП, глубинки, конечно, далеко. Впрочем, просто так. Деньги за вакцинацию от коронавируса перевозчик раздавать не будет. 180 тысяч рублей поделят на 6 сертификатов по 30 тысяч каждый. Затем их разыграют среди кондукторов и водителей по принципу лотереи. Таким образом, руководство предприятия собирается увеличить темпы вакцинации, показать пример другим компаниям. Мы дали для того, чтобы сотрудники продолжили вакцинироваться. Мы хотим ускориться для того, чтобы уже к новому учебному году, когда будет высокий пассажиропоток студентов, школьников, быть уже максимально вакцинированными. О прививочной кампании сегодня шла речь. На заседании оперативного штаба в правительстве не во всех районах области жители проявляют активность. Самые низкие показатели в Ветскополянском и Верхошижемском районах. Их руководству намекнули, что пора подтянуться за лидерами. Это Свичинские и Унинские районы. Но оперштабе отметили, что среди госпитализированных много молодых людей. Система здравоохранения справляется с нагрузкой, но врачам по-прежнему приходится работать в усиленном режиме. Крылатая пехота сегодня принимает поздравления. 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. История насчитывает уже 91 год. С самого утра в Кирове можно встретить людей в голубых беретах и тельняшках с флагами в руках. Торжества по традиции начались на аэродроме в Порошино. Там бывшие и действующие военнослужащие совершили прыжки с парашютом. Позже они возложили цветы к вечному огню. Несмотря на жару, фонтаны в городе власть решили не включать. За порядком пристально следили сотрудники полиции. Алексей Иванов увидел, как отметили праздник на земле и в небе. Поздравлять причастных к воздушно-десантным войскам кировчане начали еще 1 августа. Во время прыжка с парашютом кировчанин Евгений Сафронов передал привет всем, кто в небе. Всех благодарим десантникам. С наступающим 2 августа. Слава ДВ. Торжественные мероприятия прошли утром в понедельник у вечного огня на набережной Грина. Уже много лет по традиции этот день начинается с возложения цветов. Для полковника в запасе Василия Галах день ВДВ – любимый праздник. Ему сейчас 75 лет. Парашютным спортом он начал заниматься в юности, потом пошел служить в десантные войска. Когда поступал в политех, надо сдавать экзамены, а я пошел на аэродром. И первый прыжок. Вот с як 12-го. Надо было, как говорят, мечтать с детства. Когда-то был в детском санатории Талийца. Здоровье не позволяло, но потом все-таки решил связать судьбу с небом. Так что не теряем связь с аэроклубом, с нашими братьями-десантниками. Василий Галак имеет несколько наград. Как за армейские заслуги, так и за воспитание юных спортсменов. Орден имени Василия Маргелова, командующего ВДВ, Василий Галак получил за добросовестную службу и вклад в развитие воздушно-десантных войск. На счету Василия несколько сотен прыжков. Сейчас 416. Этот прыжок, когда мне было 70 лет. Это 5 лет назад. Говорят, что десантников бывших не бывает. 2 августа – день ВДВ, тому подтверждение. Сегодня с парашютом на аэродроме Порошина прыгали бывшие военнослужащие. Это был подарок для всех причастных. Также парашютисты с лагами России и ВДВ спланировали над вечным огнем и приземлились на городской пляж. В ответ на слова ВДВ «В небе» земле раздавался девиз «Никто кроме нас». Десантники используют эти слова и в мирной жизни. Самая невыполнимая задача, самая тяжелая, там, где никто больше не сможет ничего сделать. Но это принцип не только армии, это принцип жизни. После возложения цветов десантники по традиции отправились на прогулку в Александровский парк. Кто-то устроил автопробег по городу с лагами ВДВ. В этом году массовые мероприятия из-за коронавирусных ограничений в городе были отменены. Одна из негласных традиций дня ВДВ – это купание в фонтанах. Однако, не все десантники ее придерживаются. Тем не менее, городские власти все равно выключили фонтаны якобы из-за ремонта. Поэтому искупаться в день ВДВ точно не получится. Но завтра фонтан уже включат. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Мэрия обратилась к символизму. Кировчанам предлагают создать семейный герб. Конкурс проводит одна из городских библиотек. Автор лучших получит сертификат на мастер-классы. Семейный герб должен представлять собой щит с изображениями определенных фигур, символов и девиза. Наш корреспондент Кирилл Рябаконь сегодня фантазировал с кировчанами, как бы выглядели их символы. Все, что нажито небосильным гербом, далее в материале. Два кольца. Мама, папа и два детей. Дом, собака. Что-то семейное. Младенца, ребенка, я не знаю, может, детская коляска, кроватка, что-нибудь такое, что быт, уют связанное. Я считаю, дом. Ну давай, котел там, сковородки. Кое-нибудь небольшое прудик. Любовь. Семью, детей. Дом. Слава ВДВ. Семью счастливую, наверное. Как бы выглядел герб семьи в Кирове? Наверное, самое банальное, что на нем представлена семья. А на фоне герба Кировской области. Центральный герб и общая площадь, например, метра на метр, туда и туда, белые листья пусть расписутся. Нежность, терпение, конечно, обязательно. Тай бы Бог. Как образ некого круга, да, которое, как движение от юности к возрасту и продолжение, 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 ну, разветвление поколений. И получается, в итоге, такая бесконечная практически спираль. Вот, это как можно за основу заложить. А элементами дополнять можно уже всячески. Апельсин. Приятно, сочно. И очень развивающе. В нем все. На этом все. Итоги понедельника. 2 августа подвели корреспондента информационного канала «Город» и я, Сергей Игнатьев. Сообщайте свои новости по телефону 8 912 827 3302. А еще рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте «Новости Кирова». Хорошего вам дня и увидимся в городе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин.